В эфире новости Анапа Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Если ты сам вдохновлен, то и детей ты сможешь тоже вдохновить. Лучшие в профессии. В Анапе определяют учителей года, которые представят наш город на краевом конкурсе. Есть вероятность того, что оно приживется, но практически 100%. Клены, можжевельники и, конечно, тысячи цветов. В Анапе продолжается акция по масштабному озеленению курорта. Это не гвозди забивать, не ходить на завод, а намного ответственнее, сложнее, по мне даже интереснее. С юбилеем. Одно из старейших лечебных учреждений Анапы, санаторий «Голубая волна», отметил 70-й день рождения. И начнем с главного. Вопрос воспитания анапской молодежи глава города Юрий Поляков обсудил с руководителями профильных управлений. Главной темой заседания стали межнациональные отношения в подростковой среде. Подробности в нашем материале. Более 80 национальностей сегодня в дружбе и согласии живут в Анапе. В городе-курорте регулярно проводят массовые мероприятия для школьников, с ними ведутся индивидуальные беседы. В общеобразовательных учреждениях организуют праздники и конкурсы для детей разных национальностей. Отдельно преподают и уроки по воспитанию традиционных ценностей. В воспитательной и профилактической работе среди наших подростков и молодежи сегодня необходимо уделить особое внимание. Кроме воспитания в духе патриотизма, межнационального мира и согласия, нам надо добиваться повышения социальной и трудовой активности молодых граждан, бороться с экстремистскими проявлениями, продолжать заниматься возрождением духовности. Станица Гостогаевская – пример такой работы с молодежью. Особое внимание здесь уделяют здоровому образу жизни. В сельском округе проживает более 12 тысяч человек. Ежедневно в Станице проводится мониторинг межнациональных отношений, ведутся беседы с руководителями детских школ и садов. Реализуются модули образовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями, выданными Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. У нас в наших образовательных учреждениях созданы условия для изучения родных языков, традиций, обычаев народов, которые населяют наш город Курантанаба. В том числе учитывается компактное проживание и греков, и армян, которые у нас находятся на территории муниципального образования, ведется сотрудничество с обществами и греческим, и армянским. Немаловажную роль в воспитании молодежи, по мнению участников совещания, играют военно-патриотические мероприятия. Нужно проводить открытые уроки с ветеранами не только по праздникам, но и в будние дни. Опыт старшего поколения бесценен. Необходимо сохранить память о прошлом. Патриотизм воспитывается на конкретных примерах. Вот мы когда говорим о духе патриотизма нашей молодежи, ведь это очень заметно даже по скверу, вот где там на Симферопольской, здесь допустим на проспекте революции, я сам был удивлен, но стоит какой-то военный образец, нет, постоянно около него молодежь, детки, что-то они делают, что-то делают, то есть это правильно все. По мнению главы города Юрия Полякова, работа с молодежью должна оцениваться не количеством мероприятий, а их качеством. Важно заинтересовать подрастающее поколение, прививать им толерантность и воспитывать в духе патриотизма с раннего возраста. Никита Бойко, Ксения Сипко, Анапа-регион. В Анапе определяют учителей года в трех номинациях. Победители примут участие в краевом конкурсе. В будущем году муниципальному конкурсу исполняется 30 лет. С лучшими из лучших встретилась наша съемочная группа. На сцену поднимаются 15 участников конкурса. Номинации три. Общие, а также две специальных. Основы православной культуры и кубановедение. Александра Сергеевна преподает русский язык и литературу в пятой школе. Общий стаж три года. По ее словам, участие в конкурсе – это прежде всего проба сил. Сама всю жизнь любила и любит читать. Нужно, наверное, вдохновленным быть этим предметом. И если ты сам вдохновлен, то и детей ты сможешь тоже вдохновить. В жюри представители муниципалитета, ученые, заслуженные педагоги, в том числе победители аналогичных конкурсов, оценивать будут все – внешний вид, форму подачи, методики. Одно из заданий – провести урок в совершенно незнакомом классе. Специалисты называют его одним из самых сложных. Для города это значимое мероприятие. Я желаю каждому, кто выйдет на эту сцену, где будут какие-то другие испытания и состязания, быть на высоте, быть выше каких-то волнений, почувствовать себе эту профессиональную силу, гордость за эту профессию. В Анапе конкурс начали проводить в 1989 году. Это была инициатива самих педагогов. И тогда, и сейчас стоит задача выявлять таланты, повышать популярность профессии в целом, а также общий профессиональный уровень в отрасли. Ведь у нас же лучшие педагоги участвуют в этом конкурсе. Показать их на нашем местном уровне, вот этот отряд таких замечательных людей, которые вот через конкурс себя тоже показывают. Анастасия Колесникова в 2017 году стала лауреатом конкурса на краевом уровне. Она преподает русский язык и литературу в гимназии Эврика. Старается внедрять новые мультимедийные технологии. Например, прочитав стихотворение, дети не пишут традиционные сочинения, а делятся впечатлениями в форме интервью, а потом вместе смотрят получившийся фильм. Детям очень нравится, потому что это связано с видео, это связано с интервью, и это связано с каким-то необычным приводнесением материала. Для Анастасии участие в конкурсе стало стимулом для дальнейшего совершенствования. Уже в ближайшие дни станет известно, что нового анапские педагоги представят на краевом этапе, который состоится этой зимой. Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа. Осень – самая благоприятная пора для высадки деревьев. Напомним, на прошлой неделе глава Анапы дал старт акции по озеленению курорта. На минувших выходных коммунальщики под контролем агрономов высаживали деревья на улице Протапова. Сохранить и преумножить. Именно такую задачу поставил перед коммунальщиками глава Анапы Юрий Поляков. На месте каждого спиленного дерева вместо пенька должно появиться новое. Высадка зеленых насаждений проводится точечно. На сегодняшний день успешно реализовываются задачи по восстановлению лесопаркового зеленого пояса нашего города, поставленные главой перед управлением ЖКХ. Поручения выполняются согласно графику. На данный момент в сквере Гудовича высажено 50 астралистых клёнов и столько же саженцев крымской сосны. Привезли их из майкопского питомника. Возраст порядка трех лет. Также планируется высадить декоративный можжевельник в районе театральной площади и аллеи Рос. Сейчас для высадки зелени самое благоприятное время. Уже нет жары такой. Уже климат мягкий. Еще и не холодно, и не жарко. Земля позволяет и влагу держать, и все. И то есть есть вероятность того, что оно приживется, ну практически стопроцентно. Всего по городу планируется высадить почти 500 хвойных и лиственных деревьев. Но это только начало работы. Следом за деревьями коммунальщики планируют посадку цветов. 3000 кустов роз займут свое место в сквере Гудовича и Ореховой роще, а клумбы в районе городской администрации украсят без малого 40 тысяч морозостойких виол. Руслан Душевский, Анапа-регион. В санатории «Голубая волна» отметил 70-летний юбилей. Как удается одному из старейших лечебных учреждений Анапы многие годы оставаться в ряду лидеров курортной отрасли нашего курорта, о секретах успеха в нашем сюжете. Я желаю нашему санаторию процветания. Любите санаторий, вкладывайте в него. Софья Дегтярева 40 лет проработала воспитателем, а сегодня она негласный летописец «Голубой волны». Хорошо помнит, как в 60-70-е годы прошлого столетия в санаторий привозили детей с церебральным параличом и полиэмилитом. В послевоенное время именно эти заболевания носили массовый характер. Софья Леонидовна рассказывает, как в буквальном смысле приходилось носить больных на руках и как искренне радовался персонал, когда лечение приносило результат. Они у нас были на ходунках, на аппаратах, их надо было кормить. Специальные были ортопедические громадные кровати, это была специальная укладка. Мы возили их за территорию санатория на пляж, снимали эти тутара, снимали аппараты, всех их затаскивали в море, купали, опять садили в машину и привозили. И весь санаторий ездил. Мунира Велиевна приняла образы правления детским оздоровительным учреждениям в далеком 79-м. Главный врач проявила характер, когда наверху приняли решение перепрофилировать санаторий. Тогда ей удалось сохранить самое ценное – лучшие кадры. Позже, по словам Муниры Решетовой, именно человеческий фактор позволил выжить в перестроечное время. Голубая волна не прекратила работу ни на один день и осталась детским государственным учреждением. Котельная не могла работать в полную силу. Доходило до того, что мы занавешивали окна одеялами, было холодно. Все было, все пережили. В постперестроечное время уже под руководством Романа Нарушевича удалось укрепить материально-техническую составляющую, закупить современное оборудование. Ставку санаторий делает на развитие лечебной базы. И все же, главное во все времена – это люди. Здоровый образ жизни, искры в глазах, это желание работать, работать с детьми – это работа такая, что это не гвозди забивать, не ходить на завод, а намного ответственнее, сложнее, по мне даже интереснее. Поэтому человек должен быть сам в душе ребенком. Сегодня «Голубая волна» – это прежде всего уникальная лечебная база. Одна из немногих детских здравниц в Анапе, где имеют возможность круглогодично поправлять свое здоровье дети Краснодарского края. Основной медицинский профиль санатория – лечение органов дыхания и пищеварения. Однако здесь намерены уже в ближайшее время значительно расширить перечень. Власта Царева Роман Меркалиев, Руслан Душевский, Анапа. Регион. Как определить сорт кофе по вкусу? В кофейне у Пушкина прошла открытая дегустация бодрящего напитка. Истинные кофеманы смогли не только насладиться вкусом стопроцентной арабики, но и выиграть ценные призы. Креативные администраторы и баристы каждый день стараются удивлять своих клиентов. Концерты, настольные игры, литературные вечера – все это дополнит чашка вкусного кофе. Лали изучает тонкости приготовления кофе уже 6 лет. Начинала в родном городе Санкт-Петербурге, сейчас живет в Анапе. Свою работу считает сочетанием всех творческих и кулинарных профессий. За полгода, проведенных в городе-курорте, Лали стала одним из лучших бариста. Все благодаря ее фирменному клубничному кофе. Мята, цитрус и даже акация – такие необычные вкусы дополняют латы в кофейне у Пушкина. Главный секрет – соусная основа. В отличие от обычных сиропов, соус делает сам бариста с использованием только натуральных фруктов и специй. Помимо авторских сладких набитков, у нас есть еще черный кофе, который мы завариваем разными способами заваривания. Это тоже интересно. Это кофе не сладкий, он пьется без молока, без сахара. Такое кофе есть только у нас. Настоящие кофеманы приняли участие в открытой дегустации. Каппинг – определение вкуса, запаха и основных особенностей сорта кофе. Как настоящий сомелье, наобчане учились чувствовать самые тонкие нотки бодрящего напитка. В организации конкурса кофейне помогли партнеры из Москвы. Они подготовили лекцию для посетителей и дали новичкам советы по культуре употребления кофе. В идеале вы кофе намалываете только под заваривание, под каждое. А основной запас и объем храните в зернах, потому что в зернах кофе не так быстро выдыхается. Бористы кофейне не перестают учиться. Повышать квалификацию стараются на открытых выставках и конкурсах в других городах. Осваивая альтернативные методы заваривания кофе, придумывая новые соусы и используя разные сорта, профессионалы находят новые вкусы. Один только эспрессо, несколько видов. А чтобы скрасить вечер своих посетителей, кофейня приглашает музыкантов и поэтов. Наша площадка открыта к любому виду сотрудничества. Просто можно у нас забронировать несколько столов, провести любое свое мероприятие, культурное, естественно. У нас проходят музыкальные вечера, мы подыскиваем интересных молодых артистов, которые играют приятную музыку акустическую. Здесь можно поиграть в настольные игры. В общем, открытые для любого сотрудничества, дружбы, тесных дружеских отношений. Круглый год в кофейню у Пушкина приезжают российские рок-группы, исполнители джазовой музыки и авторы песен. Сейчас дизайнеры работают над ребрендингом, чтобы сделать кофейню еще более уютной. Эксклюзивные напитки так и останутся в меню, а количество вкусов кофе будет только увеличиваться. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. При первых каплях дождя или клопьях снега. Даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться на размеры молекул. Чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость.